Песни военных лет, современные композиции, абхазские народные. Бендерчане с удовольствием принимали любое произведение коллектива из Абхазии. А День Победы, песню которой подпевал весь зал, артисты исполнили вместе с нашими ветеранами. Мы должны быть сплоченные, мы должны жить вместе, творить одно дело, ездить в гости друг к другу, любить старшее поколение, которое есть, наших ветеранов. Вы видели, встал и показывает, я ветеран. Мы еле-еле сюда на сцену подняли. Я плакал, у меня шли слезы, радости, что у нас есть такие замечательные люди, которые освободили всю страну. Я хочу от имени горожан, от пендерчан поблагодарить наших братьев, абхазов, представителей Братской Абхазской Республики за их творчество, за их таланты, за то, что они, проехав не одну тысячу километров, приехали к нам для того, чтобы нас поддержать. Это сложно для нас минуту, это сложно для нас времена. И, на самом деле, вместе поздравить и отметить 50-ю годовщину Великой Победы. У нас общая история уже об этом говорилась только что. И 70 лет тому назад рядом и абхазы, и русские, и осетины, и молдаване, и украинцы стояли против фашизма. И сегодня у нас есть общая цель, общие задачи и общие проблемы. Любые контакты Абхазии и Приднестровья помогают установлению тесных отношений между республиками не на бумаге, а на деле. И это уже не раз доказывал Джан Сук Чамагуа со своим коллективом, говорит Александр Ватаман. Эти концерты сближают наши народы, потому что в первый приезд были охвачены одни города Приднестровья, в этот приезд другие города Приднестровья, поэтому Абхазия звучала и в марте, и сегодня. И как раз это то, что необходимо. Необходимо, чтобы показать, что Абхазия не так далека, что она есть, что она рядом, что она всегда поддерживает Приднестровье. Как показала реакция зрителей, которую за каждую песню благодарили бурными аплодисментами, такая музыка нравится бендерчанам, и артисты коллектива из Абхазии уверены, что это не последняя их встреча с жителями Приднестровья. Николай Стоянов, Салава Шайхулисламов, Первый Приднестровский.